Агрогородок Лясковича сегодня сдольный уразить любого, а лезвища не птушинного полета, панорама ураживая еще больше. Миновиты такие краевед бажать Александр Лукашенко и Петр Порошенко по час подлету до этого населенного пункта на вертолете. Сегодня у агрогородка проживает 875 человек, причем опошнее 12 годов, это лишь бы моя тенденция до повеличения. По судности, Лясковича можно лечить узором того, как с малоперспективного населенного пункта зарабить сучастную везку. У нас была песчаная деревня, и кроме соснового леса, в принципе, здесь не хотела ничего расти. А теперь посмотрите, за последние десятилетия, насколько изменилась наша деревня, здесь приятно находиться, мы гордостью рассказываем, что мы жители деревни Лясковичи, и приглашаем себе гостей, потому что есть что показать, есть на что посмотреть. Одновить жизнь в потерпелых районах, причем зарабить его обоисково безопасным, президенты Белоруссии и Украины переконаны. Сегодня это одна из главных задач для двух держав. 31 год наши краины прокладают значное намагание в этом накерунку. Под час встречи с Жакарами Ляскович, Александр Лукашенко узгадывает свои первые поездки в этот регион. Сегодня, наверное, тяжко поверить, что такое не колебало, а ли это реальность. Первый раз, когда я сюда приехал, это были пески, бездорожье. Но самое страшное было то, что люди меня попросили хлеба. Не хватало хлеба в свое время. И я поручил военным, чтобы они немедленно на полесе перебросили по лешукам все кухни военные, которые были, которые выпекают хлеб. И когда я приехал через два года, люди меня благодарили за что? Что они каждый день могут уже попробовать свежие хлеба. Сегодня, конечно, жизнь другая, не без сложностей, не без трудностей. И как улучшить эту жизнь, мы с Патроном Алексеевичем будем обсуждать проблемы, чтобы эта жизнь была лучше украинцам и белорусам, особенно здесь, при граничье. Дитячий сад у Ляскевичих – еще один показчик максимальности створения сучастной инфраструктуры у сельской мясовости. В прошлые годы тут означается становшая демографичная тенденция. Неде годов 10-му установы не только капитально отремонтовали, а и снастили всем необходимым для полного артасного выхования. По отсутствии, этот дитячий сад не соступает городским ни по каких показчиках. На пыль на перспективах кожного населенного пункта можно вертовать по койкости детей. В Ляскевичем дитячем саде 44 выхованцы. Это кожный 20-й жахар-городка. В наступном году их в уголе будет больше 50. Самый высокий показчик за всю историю установы. Сегодня жахар Ильяскевич работает в крамах, установах культуры банковской сферы. А для основной колькости местного населенства занятая в Национальном парке Приписки. Середняя зарплата около 600 рублей. А с уликами перспективы предприемства прогнозуется и дальнейший рост. Самая головная – есть выполненность в завтрашнем дне. Все, кто приходит к нам на работу, мы трудоустраиваем. В настоящее время у нас еще несколько мест вакантных, поэтому если население приходит или рабочие приходят со стороны, мы в обязательном порядке их трудоустраиваем. Рабочие работают из четырех районов – это Лельческий, Петриковский, Житковицкий и Калинковицкий районы. Одночасово с пытаниями супрацовництва по переодолеванию наступства Чарнобытской катастрофы у Центра уваги Кировников держал экономичное супрацовництво. Александр Лукашенко и Петр Порошенко констатуют, Беларусь и Украина еще далекие от раннейших показчиков, а ле летость взаимный товароборот повеличился на 12% и достигнул 4 миллиарда долларов. Беларусь – четвертый по значимости гандлевый партнер Украины. Нам необходимо сделать все макшимое, чтобы люди жили лучше. Это принциповая позиция обо двух кировников. В связи с этим у Радом Краин доручается максимально эффективно выкрыстовывать все истинные макшимости по потребности связи между предприятиями Беларусь и Украины, а так само активизировать между зеленого супрацовництва. Украинцы покупают белорусские пищевые товары, белорусские трактора, белорусские автомобили, белорусские нефтепродукты. И белорусы покупают продукцию сельского хозяйства, кормовую продукцию, продукцию химической промышленности, черной металлургии. И когда был спад, мы договорились и пожали руки с Александром, причем, чтобы сделаем все от нас зависящее, чтобы взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами развивалось. Сегодня мы договорились о том, что мы сделаем легче и поездки друг в друг. Граница должна быть символом дружбы, символом мира, символом товарищества и партнерских отношений между нашими странами. Мы с нетерпением ждем в гости каждого из вас. В этот день Александр Лукашенко и Петр Порошенко провели двухбоковые переговоры по пытаниях дальнейшего супрациониста у разных сферок. Алексей Киров, Евгений Макеенко, Телерадо, компания «Гомель», Петритовский район.